Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах, которые мелькают в кинофильмах. Флаконы или актрисы душатся в фильме, героини душатся какими-то духами. Это всегда очень интересно. Я очень люблю, когда так происходит в кино. Жаль, что это происходит не часто. Ну вот, хорошая тема. Мне когда предложили снять такое видео, сразу какие-то фильмы пришли на ум, что вот в этом кино помню, в этом кино помню. Но их было немного, поэтому пришлось поискать, пришлось даже какие-то фильмы пересмотреть, посмотреть. В интернете не так много информации. Какие-то вот прям явные вам фильмы, наверное, я не буду говорить, но какие-то вот классические я скажу. Я думаю, вы все их смотрели. Если какие-то не смотрели, для вас это будет сюрпризом, посмотрите. Мне кажется, это здорово. Давайте, наверное, начну с российского кино. Не с российского, пардон, с советского. С советских фильмов. Первая классика, но я не могу о ней не сказать. Не бриллиантовая рука, нет. А фильм с легким паром. С легким паром и момент, когда Ипполит дарит Наде флакон клема. Вот эта вот коробочка, французские духи клема. И она прям вот с таким трепетом этот подарок принимает. Очень роскошный подарок для того времени. Найти настоящие французские духи клема, это было, конечно, героически такой поступок. Ипполит молодец. Мне вот он очень нравится в этом фильме. Ипполит, да, подарил Наде клема. Надя была в счастье. Ёлка Мишура. Стоп-кадр ставлю. Ну, на самом деле, вы наверняка все уже смотрели и все этот фильм помните. У меня здесь открыт мой компьютер, чтобы мне вот просто не забыть ни о чем вам рассказать. Второй фильм. Я его недавно пересматривала, но я помню этот момент, когда там показывается тоже флакон аромата клема. Этот фильм называется «Мы ниже подписавшиеся». Если я не ошибаюсь, этот фильм – Вера Леозновой. Двухсерийная кинолента с прекрасными актерами Муравьева, Куравлев, Яковлев, Янковский. Очень тонкий, очень такое хорошее чувство юмора, выдержанный фильм, немного грустный. Если не смотрели, посмотрите. Все действие происходит в поезде, в двух купе, в тамбуре. Немножко там в начале, там на улице погадали. В общем, вообще вот в одном помещении, грубо говоря, да, и вот одни и те же вот этот костяк актеров. Потрясающе. Потрясающее кино, музыка, шутки, актерская игра, конечно, выше всяких похвал. И в какой-то момент героиня Клары Лучко дарит героине Муравьевой французские духи клема. Уже початые немножко, но тем не менее французские, как сказала там, муравьев, французские духи. В общем, для того времени это было вот просто что-то такое шикарнейшее, шикарно подарить вот клема. И вот клема был, видимо, вот самый-самый такой прекрасный аромат. Если я ошибаюсь, поправьте меня, но, по-моему, вот на тот момент клема были вот самые-самые такие топ-топ-топ. Ну, наверное, еще Шанель номер пять, но о них говорится уже меньше в кино. А следующий фильм российский «Покровские ворота», и там дарит, не дарит, нет, Костик идет знакомиться с родителями вот этой его избранницы на коньках, которая катается. И она ему дает коробочку «Красной Москвы» и говорит, а это ты подаришь моей маме. У нее такой еще голос, она обожает «Красную Москву», вот это помню. Ну, а также я помню фильм «Курьер», и когда герой пьет, пьет, ну вот, чтобы показать, какой он крутой, чтобы поразить всех, выпивает флакон, по-моему, мадам Роша, по-моему. Я, может быть, сомневаюсь, ему потом жутко плохо, и вообще фу-фу-фу, и он приходит домой, и его мама, которая играет именно Чурикова, она говорит, Почему, знаете, так пахнет духами, французские, хорошие духи? Ну, вот она его вот унюхала, унюхала вот этот хороший французский дух, свежевыпитый. Ну, тем не менее, вот запомнилось мне это. Наверняка еще были какие-то упоминания, может быть, я что-то упускаю, если я что-то упускаю, вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях. Я иногда буду отворачиваться, вы на меня не обижайтесь, просто, ну, чтобы ничего не забыть. А если мы говорим про сериалы, вот уже современные, вот сейчас российские, вот прям два последних сериала, которые я смотрела, ну, не вот первые, вчера я посмотрела, в которых я вот прям видела ярко духи, содержанки, нам показали гардеробную героини, которую убили, вот прям, ну, даже это первая серия была. И все, наверное, любители парфюмерии заметили, отметили, что у нее там стояли флаконы, несколько флаконов от Лелаба. Какие точно там не показали, но вот Лелаба вот там профигурировал. Следующий сериал «Садовое кольцо», в «Садовом кольце» тоже фигурировал аромат Джо Малон, по-моему, ваниль анис. Ну, может быть, я ошибаюсь. Тоже зачем его показали, неизвестно. Ну, там такая, кто видел этот сериал, наверное, помнит вот этот сюжет, когда она его выкинула в туалет общественный. Ну, там такая у них была непонятная история, ну, точнее, понятная между двумя сестрами. В общем, посмотрите, если интересно, неплохой сериал, лучше, чем в «Садержанке». Вот. Это то, что касается современных, вот, российских сериалов. Больше я вот как-то не могу вспомнить, что прям встречала я, показывали много духов. Фильмы. Перейдем к фильмам. Ну, тут сейчас я вам, наверное, расскажу и про фильмы, и про сериалы уже американские, французские и так далее. Буду вот все так вместе говорить. Сразу мне пришел мой любимый фильм «Смерть ей к лицу» с Мэрил Стрип, с Голди Холл, с Изабеллой Расселини, с Брюсом Уиллисом. Обалденный фильм, очень его люблю. Он же потрясающая женщина, потрясающий Мэрил Стрип. Ну, все там очень круто играют. Сама идея, сама подача. Люблю этот фильм. Мысль, сюжет, жизнь. Live forever. Sempre live, viva, live forever. Очень круто. И героиня Мэрил Стрип вся такая в расстроенных чувствах. Она там все время такая, я старая, я старая, я старая, у меня мужчины, что делать. Едет в дождь на автомобиле и смотрит в зеркальце, видит какая-то такая вся растрепанная, макияж пополз. Вот так вот по тормозам вываливает из своей сумки все содержимое, а там у нее и баночки, и скляночки, чего только нет. И я не могу не отметить, что там у нее выпадает вот такой вот флакон White Diamonds от Элизабет Тейлор. Все, было-было-было. От Элизабет Тейлор. Я сделала скриншот, стоп-кадр, ставлю, покажу. Вот в этом фильме вот четко так вот. Не знаю, может это реклама была, но прикольно. Так, знаете, ненавязчиво, ненавязчиво. Если бы я не знала, я бы не заметила. Следующий фильм. Давайте уже будет сериал, вот как у меня по папкам раскрыто. «Большая маленькая ложь». Бесподобный сериал, жду, когда выйдет второй сезон. Очень хороший, если вдруг не видели, посмотрите. Это, кстати, написала книгу австралийская актриса. И вот по книге все это происходит в Австралии. И вот эти вот школьные разборки, это очень такой в австралийском стиле. Именно вот в private-private школах все вот примерно так. И там последний, заключительный эпизод первого сезона, когда они уже собираются на эту роковую вечеринку, где все вот это происходит. Героиня, которая, я вот не помню ее, ни киноимя, и вообще ее имя не помню, к сожалению, актрисы. Она играет очень часто, играла у Дэвида Литча. Такая высокая блондинка. И вот она собирается, и вот прям камера вот так наезжает на ее ванную комнату, она там сидит, все такое, по-моему, в бегудях, красится. И у нее невероятная коллекция ароматов, как я понимаю, лалик. Такая стеклянная у нее полка. И она вся заставлена вот роскошными вот этими флаконами хрустальными лалик. Это вот вообще наслаждение, это я прям очень четко запомнила из этого сериала. Это было бесподобно. Дальше. Немецкий сериал «Парфюм». Там не показывают как таковых каких-то, знаете, брендовых парфюмов, да? Ты ничего не узнаешь. Но вокруг ароматов, вокруг вот этой темы постоянно, постоянно, постоянно вот это об этом. Этот фильм об этом, этот сериал об этом. Если не смотрели, я настоятельно рекомендую. Вот пока я его посмотрела в начале этого года, и вот он до сих пор у меня самый-самый такой любимый, ну, еще маньяк. Но мы сейчас не говорим про сериалы. Ну, я вот говорю, вот сериал «Парфюм». Если вы хотите увидеть вот что-то такое интересное о парфюмерии, неожиданное, странное, темное, мрачное, немецкое, по-немецко-стильному, немецко-стильно снятое, в общем, очень красивый сериал «Парфюм». Посмотрите. Следующий сериал «Селфридж». По-моему, в российском прокате он был переведен как «Мистер Селфридж». Это история создания вот этих крупнейших универманов «Селфридж», которые, по-моему, сейчас существуют. Но тогда вот как вот история именно как все это зарождалось, как он всю эту свою империю основал. И там, ну, просто это у «Слада глаз», там и «Герлен», там и «Пентхаллигонс», там и какие-то косметические средства, там и мода, там костюмы. Если вы просто хотите насладиться красивой картинкой, прекрасными актерами, хорошей историей, посмотрите. Посмотрите этот сериал, он хорош. Он хорош с исторической точки зрения и по красоте. По красоте это просто, это бомба. Это, ну, так красиво. Вот эти витрины, вот эти вот стеллажи с духами, вот эти вот цветочные композиции, эти вот девочки, вот такие вот продавщицы, ну, прекрасно. Прекрасный сериал, посмотрите. «Селфридж», ну, или «Мистер Селфридж», если на русском. Далее мы уже переходим к фильмам. К фильмам. А тот же, тоже один из таких фильмов, который сразу вспомнился мне, когда я решила снимать это видео, это «Одинокий человек» Том Форд. Снял от Тома Форда. Фильм красив, фильм стильный, как и все, что делает Том Форд. И там героиня Джулиана Мур, когда красится, мы видим у нее на столике аромат «White Patchouli». Очень все подходит ей этот аромат, под ее образ, под ее вот как-то вот настроение, которое она несет в этой киноленте. Кто смотрел, наверное, знает, да? И вот на тот момент, потом я уже когда, вот недавно, когда искала этот фильм, «White Patchouli», по-моему, только появился. Это была новинка Тома Форда, и с его стороны было очень, очень здорово, очень умно поставить этот, именно этот парфюм на столик своей главной героини Джулианы Мур. Круто. Получилось здорово, получилось стильно, получилось так, ненавязчиво совершенно. Следующий фильм не шедевр кинематографического искусства, но вот ради этого момента можно посмотреть. Фильм называется «Женщины». Это ремейк вообще старого фильма голливудского. Ну, старинный фильм я не видела. Я видела только вот этот современный. Много там актрис разных, ну, женщин. Все женщины с разными судьбами, все подруги. Кто-то там лесбиянка, какая-то там одинокая, где никто не нужен. Еще одна семейная, она постоянно рожает. И вот еще одна, которая вся такая в делах-в-делах, и не замечает, что муж ей изменяет. Ну, что-то там такое, в общем-то, эти вот женские штуки. И момент, когда все подруги приходят посмотреть на любовницу, их лучшей, любимой подруги, которую они берегают, и холят, и лелеют, и хотят защитить, они приходят в универмаг найти вот эту вот любовницу. А любовница придает духи в универмаге. И вот выходит из подобной красоты Ева Мендес. И вот когда мы видим этот универмаг, там очень-очень много всяких парфюмов. Там и Нуглер, там и Родригес, там и какие-то еще вообще, ну, дофига всего. И вот она работает вот в этом корнере, где много всего. Я вот, я вот, я помню, я не смотрела, даже не слушала, что там они говорили, но смешно было. Но вот я вот смотрела, что-то там у них вот стоит, какие ароматы. Здорово. Я поставлю вам фото, посмотрите. Следующий, следующий фильм, он не нов, но он вот там очень яркий момент. Я его смотрела очень давно, еще, по-моему, даже в школе, когда училась. Называется «Деловая женщина». Там играет Сигурни Уивер и Мелани Гриффит. И вот Мелани Гриффит играет, как бы, помощницу-секретаршу, правую руку Мелани Гриффит. Там это и Сигурни Уивер. А Сигурни Уивер такая прям вся очень крутая бизнесменша. И вот эта крутая бизнесменша ждет своего мужчину и просит эту Мелани Гриффит дать ей его любимые духи. Дай мне вот эти духи, это его самые любимые. И вот она вот берет этот шелемар и вот начинает им душиться. Вот прям там яркий такой показан флакон шелемара. Небольшой, кстати. Вот такой, по-моему, это вот прям экстракт духи у нее был. Вот я запомнила, и я не знала тогда, что это шелемар. Я помню потом уже, когда мне муж купил, шелемар привез. Я вспомнила вот, что вот этот флакончик был в этом фильме. И поняла, какие духи любил мужчина Сигурни Уивер из фильма «Деловая женщина». Прикольно. Следующий фильм «Мучтатели». Бертолуччи, гениальный режиссер. Все его фильмы необычайно хороши. Я не говорю про содержание. Содержание все, выше всяких похвал. Как снято, как красиво снято. То есть постоянно можно на стоп-кадр нажимать, и вы получаете просто, ну, это удовольствие смотреть фильмы Бернарда Бертолуччи. «Мечтатели», «Дриммерс». Там постоянно мелькают бутылочки. Там постоянно они то в ванне, то они еще где-то сидят, и вот какие-то пузыречки там все время мелькают. Не факт, что это духи, но я там делала стоп-кадр, 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 делала замедленную, знаете, вот это вот, когда вы замедленно смотрите видео, чтобы рассмотреть хотя бы, хоть примерно понять, что это за аромат. Никаких опознавательных знаков. Ну, вставлю вам фотографии, посмотрите, может быть, если вы распознаете те или иные баночки, это, конечно, будет интересно. Что же, чем же пользовалась героиня, героиня Ева Грин в этом фильме прекрасном. Очень я его люблю. Так, следующий фильм, я тут его записала, потому что могу забыть. Есть, знаете, тоже старый фильм, французский уже, он называется «Лабиринты времени». Нет, «Коридоры», «Коридоры времени» с Жаном Рено. И там такая ситуация, Жан Рено и его друг, там, не знаю, еще один французский актер, они попадают в наше современное время из какого-то средневекового прошлого. Такие, знаете, в мешковатых одеждах, какие-то такие странные. И они попадают, оказывается, там где-то в квартире какой-то крутой. И вот она идет в ванну, я помню, Жан Рено, набирает себе ванну. И в этой ванне, ну, вот там, на полке стоит вот такой вот огромный Шанель номер пять флакон. И он его открывает, вдыхает и, по-моему, выливает весь в ванну. Вот это вот я запомнила. Больше я в этом фильме ничего не помню. Ну, наверное, смешная комедия французская. Ну, вот в Шанель там нормально показали, прорекламировали, скажем так. Так, наверное, из этой папки все. Сейчас, немножечко еще. Да, я думаю, из этой папки все. Следующее. Французское кино. Французское кино у меня неразрывно связано с Катрин Денев. Я очень люблю Катрин Денев. Она для меня вот прям эталон красоты, эталон какой-то, вы знаете, статусности, женственности. Все еще она великолепна. Ее стиль, я очень-очень люблю ее. И вот фильм «Дневная красавица». Он один из моих самых любимых, наверное, фильмов. Про ее костюмы. Там можно вообще учебник составить. То есть, как она одевается. Их Сен-Лоран делал, по-моему, костюмы для этого фильма. Как она одевается в этом фильме, это, ну, это непередаваемо. Это просто восхитительно, непередаваемо. Несколько раз в фильме мы видим героиню Катрин Денев, медную красавицу, в своей ванной комнате. И мы видим герлен. Мы видим герлен, а один флакон, вот такой вот большой, круглый, она разбивает прям в самом начале фильма. Там стоп-кадр видим. А вот другие, они еще там стоят. Стоят, и она ими пользуется. В общем, знаете, здорово, когда ты видишь в фильмах вот узнаваемые красивые вещи. Поконный герлен. Герлен вообще во многих фильмах мелькает. Еще один есть фильм «Я вас люблю» с Катрин Денев. Там вообще очень трудно найти, ну, вспомнить, что это там есть. Ну, оно там есть. А фильм, она там главной роли, у нее несколько-несколько мужей. И вот на протяжении всего фильма она вспоминает историю, связанную с тем или с иным мужем. Там и Гинсбург, там и Депардье. Еще такой кудрявый, не Ришард, другой. В общем, классный фильм. И вот в какой-то момент она идет принимать фанну, и у нее там стоит сбоку вот Маженуар. Атланком, Маженуар, Мальдик в черном. Вот такая вот круглая, круглый флакончик. Круто, круто. Знаете, я люблю, когда вот ты смотришь, вот тебе нравится героиня, например, и ты видишь, чем она пользуется. Это очень здорово. Следующий фильм тоже французский. Потом американцы сделали ремейк. Но вот мне французский именно больше нравится. Фильм называется Квартира. И там играет Моника Белуччи и Винсан Кассель. Когда они были еще вместе, когда они еще были влюблены, молоды, красивы, хороши. Они и сейчас прекрасны, но уже не вместе просто. Ну, ничего страшного, бывает. И вот там он приходит к ней в квартиру после нескольких лет. Они не виделись. Там такая история, надо смотреть. И там просто у нее кладезь. Там просто кладезь. Такие красивые духи. По-моему, это Нина Ричи у нее там все. Нина Ричи. Я сделала стоп-кадр, сейчас все посмотрите. Очень-очень красиво. Вы знаете, вот когда такие кадры снимают, я прям... У меня сердце замирает. Я прям в восторге смотрю и восхищаюсь. Ну вот, судя по папкам, у меня все. Сейчас я еще посмотрю по своему листу, если я ничего не забыла. Сказала, сказала. Сказала, 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 сказала. Секс в большом городе. Вот. Секс в большом городе, знаете, я помню уже в фильме, это не в сериале, Мистер Биг и Сара Джессика Паркер, Керри. Они стоят вот в этой их ванной, у нее раковины, у него раковины, там, зеркала, полочки такие, и у него прям Фаренгейт. Диор, Фаренгейт. А у нее тоже что-то стоит, похожее на Жадор. Ну, я вот нашла кадр, не знаю, Жадор ли это или нет. Может быть, может быть, это такая рекламная компания Диор. Ну, вот у него Фаренгейт, у нее еще что-то такое вот интересное для галочки. Так. А, вот. Я нашла тоже. Митсука. Митсука, знаете, в фильме есть «Любите ли вы Брамса» по роману Франсуаза Сагана. И там играет Ингрид Бергман. И вот Ингрид Бергман по легенде, ее самый любимый аромат был именно Митсука. И вот в этом фильме тоже она пользуется Митсука. Очень трогательный, тонкий. Я очень люблю эту книгу. Вообще люблю Саган. И вот «Любите ли вы Брамса» она там и пользуется. Если кто помнит, посмотрите. Я не знаю, просто найду я этот кадр или нет. Но я вот его помню. Так. Ну и все. Я все нашла. Я все нашла, я все вам показала, обо всем рассказала. Буду очень признательна, если вы мне напишите внизу ваши находки, ваши охотничьи трофеи с флаконами, с фильмами. Ну, это интересно, это здорово. Это побольше бы, побольше бы таких кадров. Мне было бы отрадно смотреть кино. Ну, еще больше. Я вообще люблю кино. Если еще с флаконами, если еще, чтобы все душились, то это все. Это можно смотреть вечно, как на огонь. Знаете, когда на огонь смотришь, он вас парализует, так это гипнотизирует. Вот то же самое. Все. Я уже такая заговорилась. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok